Существуют и шаблоны в Elementor Pro для вывода анонсов в блоге. В данном случае сейчас показываю пример своего демо-сайта. У нас есть сайтбар и вывод записей, анонсов записей через шаблон. Когда все настроено, можно красиво вывести на сайте. В данном случае мои записи выглядят вот так, то есть абсолютно никак не оформлены. Нету здесь сайтбара и нету здесь шаблона. В этом видео давайте посмотрим, как реализовать красивый вывод анонсов записей блога. В прошлых видео я реализовал вывод рубрики Joomla и WordPress. Вот здесь у нас меню. Давайте для Joomla посмотрим, что можно сделать. То есть запоминаем, как выглядит изначально, некрасиво, без шаблона. Переходим в админку нашего сайта, переходим в шаблоны, нажимаем добавить новый. Здесь я выбираю, это у нас архивы называется. Здесь я помечаю для себя, чтобы запомнить этот Joomla блок. Создать шаблон. Как уже я говорил ранее, здесь можно выбрать готовый вариант отображения анонсов. Вот, например, у нас даже есть вместе с сайтбаром. Но я покажу вам так же, как делать с нуля. Здесь я нажимаю крестик. И тогда мы здесь ничего не видим. Мы с вами берем плагин внутренняя секция, перетаскиваем вот сюда. Здесь уже у нас две колоночки. Дальнюю я удаляю. И здесь делю на две. Вот так. И делаю сайтбар. То есть я делаю справа сайтбар. Для отображения информации, например, об авторе, там авторизация на сайте, социальные кнопки. Здесь уже может быть все, что угодно в сайтбаре. На самом деле, все, что вам необходимо. Сейчас я показываю, как это реализовывается. То есть вот я разделил абсолютно примерно ширина сайтбара на глаз. Я выровнял и область выбрал для отображения анонсов. Далее я перехожу в плагины. У нас есть специальный плагин записи архива. Это он и есть. Он нам необходим. Перетаскиваем в область контента. Вот так вот выглядит изначально. Это что-то похожее на результаты выдачи поиска, которые мы проходили в прошлых видео. В данном случае уроки, ну здесь у меня WordPress, отображаются в одну колонку. Соответственно, здесь колонки я выбираю одна. Отображение выбираю. Вот эта вот карточка. Карточка смотрится поинтересней. Показывать ли изображение, да, нет. Естественно, это изображение блога. Естественно, показывать. Дальше размер. Можете посмотреть, какой вариант вам больше подойдет. То есть так изображение более четкое. Или выбрать полный вариант. Пропорция изображения, смотрите, я вот немножко вот так вот, видите, можно подубавить, потому что здесь у нас слева-право обрезается изображение. Здесь нужно понимать, если вы готовите изображение для блога одного размера, а это правильно делать. То есть я делаю 1280 на 720. Каждое изображение для каждой статьи блога. Соответственно, тогда мне будет не составить труда выбрать здесь какой-то размер. И все последующие мои статьи, изображения блога будут выглядеть одинаково, ровно, красиво. Вот оставляем примерно вот так. Дальше здесь вы можете выбрать наш заголовок. Анонс. Длина анонса. То есть вступительного текста. Метод данных, какие отображать. То есть вот комментарий у нас есть. Дата создания статьи. Здесь еще можно добавить автор. Время. Дальше текст на кнопке читать полностью. Это может быть, например, подробнее. Или смотреть видео, если это видео. Таксономия, метки, рубрики. Это у нас вот здесь выводятся. Рубрики прямо в углу картинки, что этот материал относится к категории Joomla. Но это симпатично смотрится. Дальше нумерация страниц. Это внизу, когда появляется нумерация страниц. Страница 2, страница 3. Здесь тоже имеются настройки. Далее сообщение. Можно написать какой-то свой текст, если у нас информация не найдена. Дальше в стилях. Вот эта вся информация, если интересно, можно в каждой статье сделать по центру, по правому краю, по левому краю. Дальше карточка цвет фона. Вот вы видите, да? Это область анонса. Я делаю цветом. У меня шапка сайта. Но тогда имейте в виду, что здесь надо будет цвет текста делать светлым, чтобы его хорошо было видно. То есть это у нас содержимое. Заголовок. Я убираю белый цвет. Вот сейчас белый смотрится нормально. То же самое мета. Здесь белый. Вот это мета информация. Цвет разделителя на темно-синим тоже должен нормально смотреться. Анонс самого текста. Тоже белый. Надо всеми анонсами здесь желательно вывести заголовок. У меня здесь выведена отдельной секцией. Выглядела так же, например, сзади заливка, за заголовком. Надо вставить внутреннюю секцию. То есть, смотрите, я беру, вот она, внутренняя секция. Перетаскиваю вот сюда. Делаю одну колонку. Цвет я делаю, ну, примерно цвет дизайн своего сайта. Дальше я перехожу с заголовка архива. Перетаскиваю сюда. Цвет делаю белый. Вместо слова архивы у меня уроки, поэтому я захожу в настройки. Здесь выбираю до текст, вставляю уроки и делаю по центру. Да, и здесь небольшой отступ. Здесь написаны архивы, но на самом деле здесь будет подставляться джумла. Допустим, мы с вами оформили шаблон отображения анонсов блога. Сразу проверяем, как это будет смотреться в планшетной версии. Скажем, что вместе с сайтбаром в две колонки это не особо интересно. Поэтому я здесь тоже, наверное, делаю в одну колонку. То же самое на телефоне. Ну, на телефоне уже, в принципе, нормально. Дальше мы опубликовываем, но мы сюда вернемся. Вы, скорее всего, сюда еще вернетесь, потому что здесь сайтбар тоже будем задавать. То есть тот контент, который вам нужен отображать в сайтбаре, вы также здесь в шаблоне, здесь набросаете плагинов там и их настроите. На данном моменте я нажимаю опубликовать. Здесь нажимаем условия. И здесь на этом шаге вам надо понять, если вы хотите делать одинаковое отображение в одну колонку, вот как сейчас смотрится для всех ваших рубрик, то это один выбор. Если вы хотите, чтобы у вас каждая рубрика по-разному смотрелась, смотрите, скажем, WordPress у меня вот так, а Joomla у меня вот так. То есть у вас, если будет это тоже меняться, давайте будем отталкиваться от того, что для каждой рубрики у нас будет разное отображение, поэтому здесь я выбираю рубрики, появляется дополнительный выбор. Здесь надо написать название вашей рубрики. Начать писать. То есть у меня это Joomla. Я просто две буквы первые, название рубрики ставлю, у меня вот здесь сразу моя категория вылазит. То есть если у вас категория, я имею в виду это рубрика, если у вас рубрика такая есть, она здесь покажется. Выбираем ее здесь. Все. Это будет назначено отображение вот этого шаблона только для рубрики Joomla. Вот как сейчас мы ее настроили, вот как сейчас она выглядит, дизайн и все, что мы сейчас с вами делали в этом видео. Все это будет назначено только для рубрики Joomla. Нажимаем здесь сохранить и закрыть. Мы в любой момент сможем вернуться в этот шаблон, в редактирование, чтобы, например, как-то его допилить, там добавить сайдбар, как я уже говорил. Например, вот здесь вот у меня отступ от шапки больше, да, до начала блога. Здесь отступ минимальный. Ну, в общем, это уже задать будет несложно. Теперь нам остается проверить, как выглядит сейчас у нас Joomla. То есть, смотрите, как это выглядело сейчас, раньше. То есть, нажимаю обновить страницу. И как смотрится это сейчас. Естественно, сайдбар пустой, ничего туда мы не задали, но у нас уже это работает. Видите? Уроки. Мы здесь написали уроки. Вот эта рубрика у нас вылезла. Мы сейчас это уберем, чтобы было просто уроки и Joomla. Или любое ваше слово, которое вы хотите использовать в заголовке к данным анонсам. То есть, это только анонсы. Если мы зайдем внутрь статьи, в полной статью, то здесь, опять же, ничего нет. Потому что здесь тоже надо будет создавать шаблон. Это будет в следующих видео. И вам к сравнению, если я перейду в WordPress, то здесь, видите, ничего не задано. То есть, мы это назначили только для Joomla. Только вот, для этой рубрики. Все правильно сейчас у нас работает. Последний штрих здесь. Вот это слово, если убираем. Рубрика, да? То здесь в настройках. Кликаем вот сюда. Встроить контент. Убираем. То есть, отключаем. Обновить. На сайте обновить. У нас, видите, теперь уроки Joomla. Вот так. Если вас плагин Elementor Pro заинтересовал, вы можете купить его по ссылке в описании к этому видео. Таким образом, вы поддерживаете меня. На этом здесь все. И до новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...